пятипроводная схема управления стрелкой отказ номер два называется он стрелка не переводится часть 2 ну давайте получим исходные данные как обычно получаем мы их используя 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 информацию из пульта дсп посещаем дежурного здорово усатый так что там у тебя на пульте творится показывай давай что наблудил и так раз интересует а прежнему анализ индикации на сливочном коммутаторе звонка вреза и показания амперметра для того чтобы прицениться что же мы с вами будем делать потому что в реальной жизни вам никто заранее не скажет то ли у вас там говорится отказ стрелка не переводится то ли это отказ стрелка не переводится 2 и тому подобное в реальной жизни все равно приходится работать с чем сначала с пультом либо с описанием дежурного по станции внятно если конечно бы его приучили замечать что у него там происходит в этом пути на пульте так ну что ж пробуем перевести в минус что у нас получилось стрелка амперметра делала бросок красная лампочка горит звонок что получилось звонок красная лампа амперметра равно там при чем-то что ли он показал 3 ампера бросок конечно как-то себе написать что кратковременнее а то подумаем что это работа на фрикцию было так исходную данные получили если присмотреться к тому что лежит в папке то у вас будет диаграммы две одна из них соответственно вот такая д2 штрих это вяткинская и вторая соответственно вот такая в обоих из них начало какое при повороте стрелочной рукоятки стрелка амперметра делает бросок в нашем случае как раз тоже стрелка делала тот самый бросок ну я уже не помню чем там они отличаются поэтому предпочту свою диаграмму раз я ее сделал а делаю я это редко то значит меня там что-то сильно не устраивало в той диаграмме итак моя диаграмма следующая что гласит что необходимо посмотреть нет ли перегорания предохранителями на пульте у дсп решаю то что выпадет так назад вышли добавили звука так что касается предохранителей есть какая-то информация предохранители исправны так идем дальше что там вяткин предложил своей диаграмме если у нас предохранители не горят предлагается измерить напряжение на кроссе во время перевода ну стандартные действия локализуем место отказа то ли оно у нас на посту то ли оно у нас где-то на улице это самое дележка пополам примерно в качестве пополам у нас в каме здание выступает так ну что ж давайте пойдем на кросс назад-назад выход из помещения так кроссовый статив работа где будем работать измерять напряжение собрались во время перевода то же самое по прежнему минус у нас не переводится поэтому три пять и девять клеммы работа на одну секунду появляются а и ц нет фазы b нет b фазы ну что ж отрицательный результат тоже результат уже положительно то что не придется на улице переться и в помещении будет проходиться так что нам говорить господин Яткин в этом случае если у нас нет одной из фаз предлагает проверить напряжение переменного тока контрольной цепи на кроссе при переводе что такое мы контролируем и в чем разница между тем что мы сейчас сами делаем до этого мы проверяли напряжение какое во время перевода то есть мы проверяли напряжение рабочей цепи а сейчас нам предлагают проверить при положении стрелки в минусе или капкатером это наверное без разницы в минусе или в плите наверное все таки в плите удобнее проверять наличие напряжения контрольной цепи мы с вами пытаемся сейчас что сделать это проверить но схемы я сейчас не покажу а вот же схемка у нас есть грубо говоря что мы проверяем это вот это вот питание то есть когда у нас стрелка переведется у нас будет напряжение контрольной цепи откуда подаваться вот с этого блока питания через реле ОК и соответственно если мы с вами измерим напряжение не во время перевода а в конце как грубо говоря перевода то что это мы с вами такое фиксируем мы с вами можем проверить тем самым приходит ли питание вот отсюда на наши с вами контакты и таким образом если приходит то тогда у нас уже автоматически вот это место то есть до общих контактов НПС проверять не надо будет то есть там отказа явно не будет давайте сделаем это и так минусовое положение вот сюда я подключился и пытаюсь что сделать просмотреть вот эту цепочку вот отсюда до сюда то есть грубо говоря половину цепи могу проверить даже не уходя в кросса давайте попробуем это сделать и так поставили что до минуса работа нам предлагают чего хотите мерить ну учитывая что мы собираемся проверять напряжение контрольной цепи естественно переменная напряжение сама стрелка у нас и не переводилась поэтому постоянки мы в любом случае не получим поэтому выбираем переменная и оно там есть грубо говоря наши с вами цепи исправны откуда так цепь второй фазы от НПС 81 исправна соответственно где я буду теперь искать отказ отказ у меня находится где-то на промежутке между ОБФК и на входе в 82 контакте НПС вот на этом месте я буду искать эту самую фазу Б с ним нормально для чего доверяли контрольной цепи понятно я локализовал тем сам и даже ничего проверять не надо вот в той же точке здесь грубо говоря находясь на кроссе так есть эту проверку сделали значит что у нас получилось напряжение контрольной цепи у нас с вами есть тот самый обрыв на участке каком я показал ну а теперь что делаем берем вольтметр ну не вольтметр а вот эти самые логические наши три лампочки снова и пытаемся что сделать установить где они напряжение еще было в фазе Б а где это напряжение пропало давайте искать серединку у этой цепи что в качестве серединки тут поступает ну как вы смотрите на вход блока БФК середина? ну вроде как визуально по крайней мере более-менее подходит давайте вернемся перейдем на ралейный статив выход из кроссовой так в ралейном помещении пришли что буду делать собиралась измерять напряжение значит это будет очевидно на ралейных полках ралейного статива так что буду делать измерять где буду измерять ну вот я собрался на входе БФК посмотреть все три фазы есть или нет то есть вот в этой точке работа max все три фазы есть так на входе БФК три фазы так продолжаем локализацию у нас осталось практически кто может быть виноватый штепсели БФК сам БФК в обрыве штепсели на выходе БФК далее цепь от БФК до реле МПС ну и кроме того не стоит исключать еще и потерю контакта где-нибудь на реле МПС если иметь ввиду потерю контакта 82-го то есть не общего, а фронтового есть еще некоторый вариант но мне удобно чтобы никуда не бегать а что сделать сразу же на выходе БФК посмотреть ну давайте итак а теперь на выходе измерим что у нас там с фазами опа а на выходе уже фазы Б нет на выходе БФК нет БФА ну что ж локализация уже как говорится до верного все уже точнее измерения на литинске я ничего сделать не могу поэтому что я теперь сделаю начинаю перебирать у меня в башке по-прежнему что на проверку штептелей уходит меньше времени проверьте будем знать только чем на замену поэтому первым делом я что сделаю пытаюсь проверить штептельное соединение блока БФК если скажут что все нормально значит буду сам БФК медать поехал значит где у нас там проверка штептельных включений в визуальном осмотре она у нас находится так дальше нужно заходить куда монтаж и разъемы здесь выбираем чего Ти разъемы БФК работа так что буду проверять разъемы работа разъемы БФК равно ок ну тогда соответственно осталось решить на что на чисто БФК если конечно нас не обманули всякое бывает мы уже привыкли что нас рано или поздно в нашем ООСе обманывают где-нибудь так что я собрался делать проверка исправности реле или блоков путем замены работа кого буду менять БФК работа 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 БФК открывается воодку Ну вот как-то так.